здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим о достаточно важной теме о сроках ожидания перед спором урожая после внесения пестицидных препаратов срок ожидания указывается на пестицидных препаратах препаратах по защите растений в количествах дней которые надо выждать после того как вы внесли вещество для защиты ваших растений исчисляется он со дня следующего после дня обработки разные препараты обладают разным сроком ожидания почему это важно его соблюсти потому что продукция может накапливать остаточные дозы пестицидов и для того чтобы не нанести вред своему здоровью не нанести урон здоровью детей необходимо выждать достаточно иногда большое иногда поменьше количество дней до сбора урожая об этом нужно обязательно помнить исходя из каких основ измеряются вот эти остаточные дозы когда измеряются остаточные дозы то подразумевается что растения обрабатывались в ту фазу в которую было рекомендовано в соответствии с инструкцией к препарату кроме того подразумевается что растение находится в нормальном физиологическом состоянии ведь если растения угнетены растением не хватает влаги или наоборот влаги переизбыток не каких-то элементов питания в этом случае сроки ожидания могут продлеваться потому что растению просто не хватает сил для того чтобы обезвредить разложить этот препарат который попадет внутрь растения для препаратов которые не обладают системным действием то есть они только контактного действия сроки ожидания как правило очень небольшие а для препаратов которые обладают системным действием которые всасываются внутрь растения и могут там находиться в течение определенного периода времени, периоды ожидания устанавливаются больше, для того, чтобы гарантировать, что вся продукция будет лишена остаточных доз. Разумеется, что когда вы пользуетесь или контактными, или системными препаратами, все равно, когда измеряются остаточные дозы, подразумевается, что фрукты, овощи, другие части растений, которые потребляются в пищу, будут тщательно вымыты поверхностно. Поэтому вот эти остатки пестицидов, находящиеся на поверхности, также должны быть смыты. На многих препаратах отсутствует информация по срокам ожидания. Например, на препаратах гормональных, корневин или зависть, на них нет сроков ожидания. Это понятно. Это понятно, потому что, например, тот же корневин используется для обработки черенков для лучшего укоренения или для обработки корней рассады при их пересадке или при обработке луковиц для того, чтобы они лучше укоренялись. Поэтому нет никакого смысла давать оценку остаточным дозам этого гормонального препарата. А кроме всего прочего, он попросту не является токсичным для человека веществом в тех дозах, которые используются. Вопрос дозы тоже очень важен, потому что количество дней до сбора урожая, то есть срок ожидания, может гарантировать отсутствие остаточных доз пестицидов в опасных концентрациях только в том случае, если вы соблюли правильно дозу внесения. Если доза внесения была превышена, разумеется, что гарантии отсутствия пестицидного препарата в продукции уже нет. Также, например, отсутствует срок ожидания у гербицидов некоторых, особенно сплошного действия. Почему? Ну, потому что подразумевается, что вы этим препаратом будете обрабатывать исключительно какую-то сорную растительность или растительность, которая должна погибнуть. Это означает, что вы никогда не будете собирать продукцию, которая была обработана таким вот гербицидом сплошного действия. Соответственно, нет никакого смысла приводить здесь какие-то цифры для сроков ожидания. Ну вот, возьмем, например, серу. Посмотрим, что у нее написано. Написано, что срок ожидания один день. Это означает, что данный препарат совершенно нетоксичен, он поверхностного контактного действия. Что когда вы помоете как следует свои огурцы, помидоры, другие овощи, фрукты и так далее, всю продукцию, которую вы будете потреблять в пищу, препарат хорошо, легко смоется с поверхности, а внутрь препарат не попадает, поэтому нет никакой опасности получить отравление. Такие же небольшие дозы, остаточные дозы или такие же небольшие сроки ожидания характерны для перитроидных препаратов. Ну, например, вот Интавир. Соответственно, у него срок ожидания 1-2 дня. То есть, вы обработали сегодня и послезавтра можете смело собирать продукцию. В то же время, у такого, в общем-то, тоже перитроидного препарата, как Каратэ, срок ожидания 20 дней. Это означает, что данный препарат может попадать на растение, связываться с ним очень крепко, совсем не так, как Интавир, который с поверхности смоется водой и его не будет. А у этого препарата срок ожидания 20 дней. Его надо выдержать как следует. У биопрепаратов, например, ну вот я беру бактофит и смотрю, что срок ожидания либо отсутствует вообще, подразумевается, что, в принципе, можно обработать растения и в этот же день потреблять их в пищу. Но надо обратить внимание, что такое отсутствие срока ожидания, например, может быть при проливе растений под корень. То есть, это будет означать, что вы от корневых гнилей пролили препаратом и никакого контакта с овощной, плодо-овощной продукцией, с плодами огурца этот препарат не имеет. Соответственно, можно никакие сроки ожидания не выжидать. Ну, однако же, для каких-то случаев, например, вот огурец защищенного грунта, опрыскивания, также нету сроков ожидания. Означает, что препарат не токсичен. Ну и опрыскивание картофеля от фитофтороза в период вегетации, поскольку препарат никаким образом никогда не будет контактировать с клубнями, которые мы будем потреблять в пищу, соответственно, тоже период ожидания не установлен. Ну и, как правило, для биологических препаратов эти сроки ожидания небольшие. Бывает так, что на упаковке не указаны сроки ожидания, вообще регламенты применения препарата. Это означает, что у продавца вы должны попросить вот такую вот листовочку, которую он должен вам вообще-то сам дать, без всяких просьб, вместе с препаратом. То есть, покупаете препарат, к нему прикладывается листовочка. И на этой листовочке, соответственно, указаны сроки ожидания. Если по какой-то причине на упаковке не указаны сроки ожидания, а листовочку вам не дали или вы ее потеряли, в принципе, в интернете достаточно много информации, правдивой информации о том, какие сроки ожидания у каких препаратов. Остановиться я еще хочу на двух нюансах. Первый нюанс касается того, что мы, когда даем рекомендации по обработке препаратами, некоторыми, будь то железный купорос или, например, медный купорос, жесткие достаточно препараты, они вообще не предназначены для защиты растений. Если почитать этикетку, там бог знает, что написано на упаковке, но нигде не написано, что они применяются для защиты растений. Такая же ситуация связана и с какими-то нетривиальными рецептами по защите растений, в том числе, которые мы даем на своем канале. Например, обработка молоком с добавлением куркумы или аммиака или еще чего-то, то есть каких-то веществ, которые сложно определить, сколько же надо ожидать до потребления в пищу после обработки. Если вдруг есть в составе того рецепта, который мы рекомендуем, какие-то опасные вещества, которые требуют сроков ожидания, каких-то особых условий соблюдения для сбора урожая, то мы об этом обязательно говорим. Но на сегодняшний день по тем препаратам, которые мы рекомендуем для обработок, в тех дозах, которые мы рекомендуем, в той концентрации, которую мы рекомендуем, срок ожидания составляет 24-48 часов. То есть минимальные сроки ожидания просто для того, чтобы препарат подействовал, то вечером обработали, на завтра подождали, а на послезавтра вы можете собирать урожай. Для большинства наших рецептур, например, масло с мылом или еще что-то, сыворотка с аммиаком, вы можете обработать и тут же собирать урожай. Но мы подразумеваем, что вы сперва убрали урожай, потом обработали, потом один день подождали, и на послезавтра убираете урожай, уже совершенно безопасный для здоровья, и когда препарат уже хорошо подействовал. И еще один нюанс, на котором я хочу остановиться, это на некоторых препаратах можно увидеть кардинально различные сроки ожидания. Ну, например, вот я взял имидоклоприд в двух формах, это биотлин и командор, но есть и другие коммерческие препараты с иными наименованиями. И вы могли и сами обратить внимание на то, что, например, для огурцов и томатов защищенного грунта срок ожидания составляет 3 дня при обработке растений в период вегетации, в том числе с плодами. Для яблони от тлей 7 дней срок ожидания, от яблонного цветоведа срок ожидания на яблони 60 дней. Как такое может быть? То есть, если яблоню попрыскали от яблонного цветоеда во время цветения, срок ожидания 60 дней, а если от тли 7 дней, а если тем же самым препаратом, даже с еще большим расходом, потому что на яблони он применяется, 3 мл на 10 литров, а на огурцах 5 мл на 10 литров. То есть, больше концентрация гораздо. И срок ожидания всего лишь 3 дня. Как такое может быть? Ну, аналогично и на командоре указано. Все дело в методике оценки остаточных доз пестицидов. И когда вы обрабатываете яблони от яблонного цветоеда, то период обработок указан в период до начала цветения, до распускания цветков, необходимо его применить. Разумеется, что нет никакого смысла идти через 3 дня, через 5 дней на посадке яблони, отбирать оттуда, например, веточки и смотреть, есть там остаточные дозы или нет остаточных доз. Есть смысл идти на ранние сорта яблонь и собирать уже плоды, готовые к потреблению, с тем, чтобы определить, есть в них остаточные дозы пестицидов или нет. Поэтому инспектор идет, отбирает пробу через 60 дней после внесения препарата, когда уже есть сам плод, измеряет и говорит, что уже на 60-й день, когда плод сформировался в ранних яблонь, не можно его потреблять в пищу, никаких остаточных доз вот этого мидоклоприда, хоть сколько-нибудь опасных для здоровья, там нету. Это не значит, что для того, чтобы препарат разложился, необходимо ждать 60 дней. Это означает, что анализ был выполнен на 60-й день от внесения препарата и в плодах не было обнаружено никаких остаточных доз. Аналогично, ну, например, яблоня, атлей, опрыскивание в период вегетации, срок ожидания 90 дней. Это означает, аналогично, что на сортах поздних сроков созревания был испытан вот этот препарат в какой-то период времени, там, в конце мая, в период массового лёта, был препарат использован, были через 90 дней, через 3 месяца, июнь, июль, август, то есть, там, в начале сентября где-то, или в конце августа. На самом деле, это даже не позднего срока далеко, это средние сорта яблонь. Они были испытаны, и оказалось, что в них никаких нету остаточных доз пестицида. То есть, вот эта разница между 3 днями у огурцов и 90 днями у яблони, она обуславливается исключительно методикой отбора образцов. Когда идёт выборка огурцов, ежедневная, то естественно, что вы обработали, и затем пришёл инспектор, и проверил на завтрашний день, на послезавтрашний день, и на третий день после обработки. И вот на третий день после обработки остаточных доз там не было. Вполне может быть, что их не было и у других растений. Но ещё раз повторюсь, что вот эта разница в сроках ожидания связана просто с целесообразностью отбора образцов в определённый период и указанием, фактически, когда срок отпора образцов совпадает вот с этим вот сроком ожидания. Поэтому не надо излишне бояться, не надо излишне переживать за применение вот этих препаратов. Хотя я, конечно, предпочитаю какие-то более экологические, дружественные и дружественные здоровью методы обработок растений. У меня поэтому сзади на майке написано, что органическое земледелие это мой выбор. Organic farming is my choice. Но всё-таки иногда бывают случаи, когда без этих препаратов не обойтись. И их нужно применять обязательно в соответствии с инструкцией. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, теперь вам, может быть, станет более понятно, как правильно использовать вот подобного рода препараты для защиты растений. И, возможно, в каких-то критических ситуациях вы не станете их избегать. Спасибо большое. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова